Здравствуйте, дорогие друзья! Зла не хватает у Серова такой голос. Ну вот хоть умри, но это голос, господа. И попса же. И вот это 30 лет, хоть бы он потерял бы популярность. Нет же, идет он, понимаешь, со своим этим голосом. Ну, знаете, вот по делам человеку. Ну, сейчас мы Сашу будем критиковать, потому что такой голосище. И он всю в попсу, значит, ушел. Ладно, сейчас мы про музыку поговорим. Саша, Серова, прошу вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие друзья! На самом деле, действительно временно доступный человек, особенно на телевидении, потому что за последние два года, мне кажется, и я вас на голубых экранах, как это называется, не замечал. И вы опровергаете очень интересную истину с последних дней, что артист без телевидения практически не артист. Хотя вот, сидя на вашем кресле, Игорь Яковлевич Крутой рассказывал историю, как он однажды случайно, а может быть не случайно, забрел на ваш концерт и поразился, что там был настоящий, полный аншлаг. Есть сейчас зависимость вашей жизни от телевидения, вашего успеха? Ну, что я могу сказать? Вероятно, тема такая уже избитая. С другой стороны, она значима, она определяется все равно фактом. Фактом наличия зрителей на концерте у артиста. Если есть возможность у тебя сказать что-то крепко, ты говоришь, это долго. Если ты говоришь половинчато, у тебя шансы уменьшаются. Как я сказал, в 1987 году мы с Крутым придумали эту пресловутую Мадонну. Ну и она стала действительно таким хитом номер один. Почему? У нас все было два канала. Если ты помнишь, Дима, два канала. Да. Вы представляете, какая была бомбежка на 250 миллионов населения? И естественно, что это сработало, потому что это был первый клип, и соответственно, как-то тоже без претензий на то, чтобы мы кого-то копировали, просто пришло в голову вот такая вот идея у меня, чтобы создать, например, именно клиповую форму песни, которая не просто ординарно будет спета. И этот клип сыграл свою роль, если, может быть, вы его видели, вспомните образца 20-летней давности, даже больше, он сыграл свою значимую роль. Саша, у тебя-то голос, ты обнаружил в себе, крайние редкости. Вот у тебя, как это профессиональный фониатор, расщепленные связки. У тебя вот получается этот дом джонсовская хреботца. Ты же это обнаружил в 17-18? Да. После того, как поломали связки. Я хочу тебе сказать, что, безусловно, фантазия моя была, ну, конечно, провинциально. Ну, что, я жил в этом нашем маленьком городке Николаеве. Это же не Москва, где можно где-то было поучиться, что-то зацепиться за что-то, за кого-то, так сказать, получить эти знания. И надо было самому, вот слышал, и вот садился за фоно, и потихоньку начинал что-то подбирать. Но не понимая того, что это уже состоявшаяся, эта глыба, которая, во-первых, грудная клетка в два раза больше, чем у меня. У кого у Джонс? Да. А для дыхания это очень важно. Не будет дыхания, не будет пения. Почему у тебя такие мощные ноты? Почему такой верх? Си-бемоль, до, до-диез он цеплял. Это же вообще фантастические ноты. А вы что, не диафрагмой поете разве? Ну, как бы не было, диафрагма не спасает, когда нету вот этих мехов. Она спасает, но голос будет уже, не будет такого лобового удара. Ты же помнишь его висок и ноты, если он выходит наверх, то там трещит все. Поэтому вот это была какая-то магия. Я начал вот копировать. И может быть, благодаря вот этой копии где-то что-то, ну, может, природный мой баритон и дал мне возможность попытаться петь песни в стиле Джонсон. А кто сказал первым, что похож голос, ой, похож, у копии? Игорь? Игорь. Крутой сказал, да. Он это вот, он тоже его любил, и когда я сел на фоно, там пел Green, Green, Grass of Home его мелодия, и он прям восторгался, так и тоже. Ну, это было еще полудетство, мы же начинали только, но тем не менее, уже была симпатия, очень большая симпатия к этому песу. Это сколько? 16 лет вам было, да, или меньше? Не, нам уже было, не, уже с Игорем встретились после 20. Я имею в виду, что это мой почвый, поиск был. А потом Игорь появился, же он с Кировограда, приехал в Николаев, поступил в институт. Там мы познакомились, и... Саня, а ты был инструменталист, да? Ты еще не певец? Училище заканчивал по классу кларнета. Ой-ой-ой. Да. Кстати, вот это тоже для Лехи. Я играл Гайдена, играл Вебера. Клесмер Мюзик ты играл. Ну, и кое-что было, да. Более того, что у меня есть запись, я думаю, что вы видите, инструментальный мой концерт, я играю просто на саксофоне. Ага. 15 пест вообще не пою. Значит, я пишу Серов, саксоф... Слушай, я люблю тебя до слез. Нет, только не я люблю тебя, умоляю тебя, только не эту песню. Умоляю. Саш, ну вот и на сопрано. Сопрано, да. Ну, давай. А тоже еще есть и Мишель. Да, есть еще диск, где я играю, так сказать, на альту. Вот Саша у нас играет на этом, на саксофоне. Все-таки не уходит, понимаешь, это? Вот первая любовь, так сказать. Саша, ну вот и на саксофоне. Что было, когда ты делал инструментальный альбом? Ты как Кенни Джи хотел, что ли? Да на что ачитал? Нет, 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 нет. Я хотел в стиле лучшего композитора вообще авроса 30-х годов и друга Джорджа Гершвина и Чарли Чаплина Джерома Керна. Господин Джером Керн это был, конечно, очень сильный и крепкий музыкант. И очень был ранимый человек, когда Чаплин стал уже известным. И они были друзья. И он ревно с вами относился. Особенно, когда Чаплин написал «Смайлз». Эту тему, которая, так сказать, облетела, в общем-то, многие оркестры по тем временам. И он же актер. И, казалось бы, вдруг как он мог написать такую мелодию? Если помню, что пел Дэмис Руссос. А я ее сделал инструментально. Она у меня тоже есть в этом концерте. И хочу сказать, что это была какая-то привязанность к этому композитору, который был неординарный в своем посыле. Я поехал в Америку, зашел в магазин Сэмэш, походил там, полистал эти журналы с Альфеджио, так сказать, эти журналы, где были нотки. И понял, что меня это просто захватило. Приехал в Москву и занялся этим делом. И записал вот 16 пьес его, которые у меня и на диске есть, и концерт записал, видео. У меня симпатия к этому человеку, потому что он был источником всех тем, которые перепели потом. И Тони Беннетт, и Фрэнс Сенатора, и тот же Бадди Рич. Ну, это такие имена, которые уже, конечно, в 60-е... Тони Беннетт пел, он же барабанщик. Он барабанщик, да. И он пел? Да как же. Глотка была такая, что... И все же негры, что ж ты хочешь. Они же все лупили так, что мало места. Вот. И, соответственно, что вот эти мелодии потом, они зазвучали шлейфом десятилетия. И дошли до сегодняшнего дня. Вот такой был крепкий источник. А ты вот когда за дудку, как мы говорим, брался, вот ты не думал вот о чем? Как-то раз Лариса Александровна долина, наша с тобой любимая, лет 10 назад не пела джаз. Я говорю, Ларочка, ну давай вот ты ко мне придешь там, ну, я тогда вел прямой эфирной, может, помнишь, программы. Говорю, может, ну, ты стряхнешь стариной джаз то споешь. Он говорит, не буду. Почему? Да я 10 лет готовил о себе эту попсовую публику. Я не хочу их сейчас это вот разочаровывать. Нет, ты что? И мне она досталась с большим трудом. Ты не боялся, что твоя Мадонна лепишь, творишь малю и повернется к тебе спиной, когда ты дудку возьмешь? Согласен. Очень, очень, очень ты хорошо заметил. Это опасный, конечно, симптом. И надо было брать на себе ответственность. Но! Я-то не претендовал на то, что я буду до вас написано играет Александр Серов на рекламу. Этого не было. Просто Александр Серов в концерте я беру инструмент и рассказываю о том, что я люблю Джерома Керна и хочу сыграть для вас несколько пейс. Да. Безусловно. Отдельно я не отделял это. Вот отсюда вопрос про публику. Потому что тот же Игорь Яковлевич опять же в этом же кресле сказал, сравнил вашу публику, вашего зрителя, вашего слушателя с некой сектой. Они приходят на концерт и внимают каждому вашему слову. Я постарался близко к тексту вспомнить слова Игоря Яковлевича. Так что это сейчас за публика? Это та же самая, которая влюблялась под Мадонну, под я люблю тебя до слез. И сейчас следует за вами? Вы знаете, если так говорить объективно, то, вероятно, вот те девочки, которые были по 17-18 лет образца 88-89 годов, они выросли, стали женщинами, им сейчас уже за 40. И они снова приходят. Вы понимаете, вероятно, какая-то ассоциация, какие-то воспоминания, какие-то эпизоды. Это приятно. Но я не могу сказать, что у меня ажиатированная публика. Бессловно, все стало гораздо скромнее. Для этого надо заниматься все-таки, ну, не то, что пиаром, по крайней мере, обращать внимание на свою персону как-то. А я человек, не раздвигающий локтями, а человек, который, собственно, примитивен в своем, так сказать, посыле, потому что эстрадное пение для меня считается просто обыкновенным эстрадным пением без претензий на победу среди поп-артистов. Ну, как это можно так жить? Я тебе честно говорю, у меня нет, например, тенденции для того, чтобы заявить о себе громко. Вот как мне дал Бог, как я вошел на эстраду, я иду до сих пор 26-й год, как известный человек. Ну, тогда давай все-таки что-нибудь назидательное расскажем тогда. Давай все-таки продолжим историю, которая касается тебя и Игоря, когда у вас все-таки были амбиции. Вы же не сразу, покрутое серово. Вы же одно время снимали квартирку в Строгеново, пельменчики-то выварили и мечтали. Ну, да, да, да. Я работал там в Хамеровском центре на набережной, вы знаете, цепи же торговли и научно-технические связи с зарубежными странами. Огромное здание там. А Игорь работал Вале Толкуновой, пианистом. И мы приехали, когда в Москву, мы разрозненно были. А потом я как-то пришел к нему и говорю, слушай, ты же все-таки хороший мелодист, потому что действительно написал много песен тогда, когда мы познакомились в 74-м, 75-м году. Ты можешь себе представить, сколько? И он приходил ко мне домой, на фону наигрывал мелодии, которые были крепкие, которые были не хуже, чем у наших маститых композиторов. Они были интересно гармонические, они были интересно мелодические. И это имело место быть на советской эстраде. Но кто такой Игорь Крутой тогда? Кому, куда их совать, эти песни? Из города Николаева. И я ему сказал тогда, когда уже были в Москве в 86-м году, говорю, Игорь, ну-ка, давай ты, наверное, стряхни стариной, попиши какие-то мелодии, попробуем что-нибудь придумать. Но не в смысле, что мы хотели распихать и влезть. Мы не знали, что у нас получится. С этой Мадонной ты меня любишь. Это был экспромт, эксперимент. Ну да, у меня там была глотка, конечно, я мог это, так сказать, вытащить. Была хорошая внешность, тогда я был, конечно, получше. Это, наверное, все играло и сыграло роль, что у нас получилось. Куда вы ее отнесли? Это ж хамство. Пойти на телевидение, посмотрите песню. Что такое? Значит, Николаевские закидоны, понимаешь? Хочу, пользуясь случаем, хочу сейчас ответить низкий поклон вашему коллеге Володе Молчанову. До и после полуночи передачи. Потому что у него Вовка Давиденко был музыкальный редактор. Совершенно верно. Володе, который тоже огромное спасибо. Они взяли, когда Володя вел передачу до и после полуночи, вы помните, были фрагменты музыкальные, которые он давал. Конечно. В финале. И благодаря тому, что мы смонтировали как раз уже этот пресловутый клип с Сашей Александровым в аппаратной, там, на той стороне останки. Да. И мы показали Володе, он даже не знал, кто я такой, но показали в смысле, что вот есть материал, может быть, можно его встать, а у него выход 23, если помнишь, 45, до и после полуночи. Туда и сюда. На Москву. И вдруг Володя говорит, ты знаешь, что-то в ней есть, ну давай возьмем, и он берет эту песню. Лотерея. Если бы он не взял эту мелодию, может быть, мы сейчас с вами не сидим. Ну подождите, здесь в этой истории не хватает деталей. Я объясню, о чем я. Ведь на музыкального редактора до и после полуночи надо было как-то выйти. Он должен был вращаться в тех же кругах, что и вы. Где связи между ними? Потом, для того, чтобы снять клип, как минимум, нужна была Батакамовская тогда еще камера и выхода на монтажку. Здесь тоже какие-то цепочки должны быть. Что это были за цепочки людей? Цепочки были и сложны, и в то же время просты. В том же Хабаровском центре я работал тогда. Работал с Аликом Волочинским, это наш руководитель был. Работала там Лайма, Володя Преснякова и Боря Моисеев. Был руководитель балета в 83-й год, 4-й и 5-й. Вот такие времена. Там же было телевидение информационное, как ты понимаешь, там жили представители масса фирм, так сказать, зарубежных, которые приезжали для переговоров, и в конгресс-зале были съемки, которые, так сказать, передавали там. Вот именно вот этот Битакам, который у меня сохранился, ему уже 35 лет, лежит у меня дома вот такая маленькая камера, на эту маленькую камеру с Сашей Кусковым мы отсняли все, а смонтировали монтажной у Саши Александрова, который был монтажер, прекрасный монтажер у Володи Молчанова, там на той стороне останки. Вот теперь история получила хорошее развитие, а то автобусная остановка Москва-Молчанова. Я знаю, как господин, как Александр Николаевич Серову эту осточертел, а нам еще нет, потому что нам юность наша осточертеть не может. Вот вот Мадонна. Ну нельзя сказать Мадонну и не показать. Это вот ваша, значит, вот эта юность. Ну тут все, конечно, тут куски, правда, а так сам клип, безусловно, он был тогда по тем временам интересен, потому что не было, например, ну почему-то ни у кого не было этого. Не знаю, почему. У Аллы не было, у Валеры Леонтьева не было. Не было клипов у них. А у нас, пожалуйста, Игорек Иванов, ее делал Али Борисович, не плим-плим-плим-плим, я не ревную тебя. Какой год? Ага, докара же не 81-й-то вообще, нет? А именно клип был? Или все-таки было? Или прям отдельное произведение клип, да? Надо вспомнить и посмотреть, Дим, вот тут я, я знаю, может быть, я... Игорь Иванов, молодежка. Все клипы, которые тогда крутились в Удренней почте, заключали в себя следующее. Человек и поет песню, все. И что-то из этой серии. Вот это был... Нет, это был все-таки псевдоклип. А тут был настоящий Игорь. Ну, тут я вижу с концерта съемки, тут они куски брали. Еще у Игоря там, я смотрю, эта передача еще тоже образца где-то 93-го. Ну, вот это твоя... А вот эти куски из клипа, они действительно были интересны по тем временам. Что ты смеешься? В 87-й год. Ну, к тому времени уже программа «Взгляд» познакомила нас с клипом Майкла Джексона, да, из альбома «Триллер». Майкла Джексона, это понятно, что все остальные, например, артисты европейские были достаточно скромны. Малобюджетные клипы. Там нельзя было сказать, что было что-то расширено. Что вы там за люди-то все такие в этом Николаеве? Валерка Меладзе с Костей, пожалуйста. Ким Брейдбург, ваш же. Да, и Ким Брейдбург тоже наш человек. Это мы с Кимом знакомы. И вообще караул еще раньше, чем с Игорем, с 73-го года. И мы с Кимом работали в Доме офицеров, играли там танцы. Он потом написал симфорок, свою музыку, его музыка, его группа называлась «Диалог». Диалог. Вот. Ким талантливший человек, безусловно. И один раз он приехал в Москву лет 15 назад, просто в гости. И мы с ним встретились. Я говорю, сколько ты можешь сидеть, Николай, переезжай сюда, тебе есть что сказать. И я оказался прав. Он приехал, и как видите, он сделал сольный концерт, и молодежи написал много песен. И слава Богу, сейчас он востребован, пишет песни, так сказать, работает. Александр, вот если говорить про Мадонну, про «Я люблю тебя до слез», про песни, которые вызывают, не знаю, у юного поколения улыбку, у нас какие-то теплые воспоминания, на концерте, это же они должны исполняться, все-таки, для той аудитории, которая за вами следует. Вы знаете, парадокс в том, что они исполняются, и еще как, и как они проходят. Ну, казалось бы, песни там, нафталинные уже там, где-то сзади. Но прием потрясающий, в любом городе. Вот, честно говорю, совершенно не притворяюсь. Почему? Почему? Живет Мадонна 27 лет, ты меня любишь, живет 23 года, слезы эти живут уже 17 лет, я не знаю, ночь живет там 16 лет. Ну, я не знаю. Ты меня любишь, это вообще песня легенда. Во-первых, легенда ее появления. Говорят, это вообще песня от женского лица должна была исполняться. И исполнять ее должна быть чуть не Алла Борисовна. Вы знаете, может быть, тут Игорь, конечно, там рулил, еще он уже был с Аллой знаком, но почему-то он не то, что доверил мне, а зная, так сказать, мой драйв, что я, так сказать, вот такой вот принципиальной вот варажировке, что ищу все что-то такое, чего-то там, третирую сам себя, он доверил ее мне. Мы ее сделали демо. И когда мы сделали демо, мы сказали, что это все, что это за слезливая тема, что такое. Ну, в общем, как обычно, все критичные, творческие люди критично относятся к тому, что они делают. И мы ее отбросили. Она у нас свалялась где-то целый год. И он ее вообще забросил, он не делал. Потом я как-то сел, опять сварганил аранжировку, спел ее, записал ее, и принес ему показать. Еще был Гриша, Гриша Фурман, не помню фамилию точно, они работали в «Арсе», мы только открыли «Арс» с Игорем тогда. И он пришел и говорит, Игорь, ты послушай, что записал, мол, Фироп, что за песня. И Игорь тогда пришел, послушал, говорит, что-то есть, но я, говорит, пока ничего не понимаю. Пока ничего не было известно с точки зрения той, чтобы стратегически эта песня сделала такой вот рывок. Но тем не менее, когда мы сделали, опять же, клип с участием Ирины Ивановны Алферовой, это сделало. И поползло у них там. А как можно было у них с Серовым там это. Прошу не подозревать. Уговорить сняться в каком-то клипе. Ну, это же, Ирина Арферова, это актриса, а тут какой-то клип. Да, хочу сказать, что то же самое было. Ира сразу отказалась. Ей показали, ну, вы что смеете, зачем мне это нужно, что я буду попугайничать, там, это вот делать из себя какую-то леди и так далее. А вы что не просили? А Рима Казакова, автор поэзицы, это уже ведь классика советской поэзии. Он думает, что да. И когда Ирина Ивановна послушалась еще раз, потом согласилась. Ага. Вот так и произошло. Ну, тоже, Саша, жанр, но все-таки лифт, что лифт, не верит. А, говорят, Рима Казакова, ты стихи написала как своеобразное признание в любви Игоря Яковлевича? Или это опять слухи журналистов? Нет, скорее всего, это слухи, потому что Рима была, она очень эмоциональная женщина, она была такая вот, именно вот, настоящая женщина, глубокая. Ну, что говорить, вы же знаете ее поэзию. И тут она попала просто в десятку. Ну, такая исповедь. Ты меня любишь, лепишь, творишь, можно даже придумать такое. Слушай, фронтовик. Да? Казакова же это фронтовик. Да, она стояла на сцене, когда читали стихи «Шестидесятники», «Вознесенский», «Интушенко». Она же была в этой обои. И вертолетные щенки, ты посмотри, и теплоход на подводных крыльях. Это уже масштабная работа. Слушай, нам рейтинг надо. Давай, рассказывай, как ты приехал в этот, в Николаев, и какая-нибудь первая школьная учительница, или первая школьная любовь увидели тебя, как ты добился всего в белом костюме, в белом кадиллаке. Ты приезжаешь, продумаешь, что ты такое, расскажи. Ну, это надо для рейтинга, понимаешь? Ну, что я могу сказать? Я могу сказать, что да, нет, я действительно приехал через год, когда стал известным, приехал в Николаев и отработал там стадион. Это же был, конечно, удар, что там говорить. 25 тысяч стадион судостроитель, и мы набили там, ну, врать не буду, тысяч 15. Это было много, согласитесь. Ну, 15 тысяч собрать, тогда собирали только, собственно, вот в тот период собирали Алла, Леонтьев и я. Ну, вы понимаете, как вам сказать, ну, любой артист, конечно, восторгается тем, что вот он приехал, был никем и стал тем, что он собрал 15 тысяч. Эффект, конечно, восприятия потрясающий. Эйфория, успех, ассоциации, там, сотни девушек, женщин у служебного входа, это бьет, конечно, по голове, но самое самое, себя притормозить. Когда в Кишиневе, вот это было тоже в 89-м году, мы собрали стадион тогда, там было тоже тысяч, наверное, 25. Там ринулись на сцену, это было, конечно, такой мини, такой мини Роллинг Стоунс или Миттерский. Тут такой легкий щелчок по плечу, здравствуй, я твоя звездная. Да, но опасный симптом, опасный, честно говорю. Я пришел в гримерку и вот, хотите, верьте с Димой, хотите, нет, и сказал себе, стоп, господин хороший, да, сейчас у тебя поехала крыша, потому что такого, такой, это, как во сне все. Но не забывай, что пройдет время, и ты пойдешь под откос. Вот вам святой крест. Вот это я сказал сам себе в гримерке. После колоссальной эйфории успеха на стадионе. Почему под откос? Ну, буду падать, с точки зрения того, что время будет же все равно против. репертуар, потому что важный репертуар. Димочка, мы же не можем петь до 90 лет, то есть глобально, так сказать, в топе. Вот я покажу тебе сейчас эпическую фигуру, Саша. Ну, Иосиф Давыдович, это вообще, это образец нации. Такой, я не хочу, это слово, мне вообще не люблю это слово карьера, но которые работают, очень активно работают, состают имидж на своем профессиональном рабочем месте, добываются каких-то конкретных результатов и, возвращаясь домой, не чурается никаких домашних обязанностей. Ни жены, ни хозяйки, ни матери. Ну, так, испокон веков жилось, что мужчина добытчик, а женщина хранительница очага. Я даже своего знакомого, даже приятеля спросил, почему он появляется в основном на каких-то раутах один, где жена? Он сказал, как где жена? Жена хранит семейный очаг. А я говорю, ну, она хранит его не круглые сутки. Вечером она может оторваться, он говорит, а кто ж тогда будет поддерживать огонь в этом очаге? По-разному складываются отношения, но для настоящих женщин, для настоящих мужчин это совместимое понятие. Иосиф Кобзон, народный артист СССР, его жена как раз успешно совмещает общественную работу с семьей и заботами о муже, детях и внуках. Ну, выйти замуж за артиста, я думаю, что сейчас девочки, по-моему, об этом не мечтают уже, у них другие ориентиры в жизни. А вообще, что есть артист, популярный артист? О популярности, я думаю, что Александра Серову говорить вообще бессмысленно, потому что популярность была мега, ну, стадионы собирал человек. Так вот, этот артист, он должен остаться одиноким, потому что он не может принадлежать семье? Или женщина должна быть какая-то особенная, которая и его популярность, его постоянное отсутствие, каким-то образом должна была нивелировать, что ли, или купировать, или наоборот, стать какой-то опорой? Что это за женщина должна была быть? Я понял, Саша, я могу ответить, ответить таким образом. Вот здесь, за этим столом, я уверен, и на этом столе сидели те люди, которые были параллельны, ну, по крайней мере, приближенные вопросом об одиночестве. И многие вам отвечали, что многие артисты одиноки. В конечном итоге. И актеры, и артисты. И никуда от этого не денешься. Я даже стихи написал, которые очень соответствуют нам, эстрадникам, в этом направлении. В который раз мне все не ново, я выхожу на сцену снова. И микрофон, мой друг, прекрасный, со мной, жизнь моя, упознавшая сейчас. Вот и первый аккорд, и голос сильно звучит, как будто птицы полет, и зал покорно молчит. Я в эйфории блеска глаз лечу высоко, но оставляя микрофон, я одинокий. И это, наверное, касается каждого, кто отдал сцене много лет, потому что здесь такая завязка, такая рутина, которую самому расшифровать невозможно. Поэтому должен быть такой тыл, как у Иосифа Давыдовича Неля, как у Лёвы Лещенко Ира, которые прошли вот такой целый этап. Это вот перед этим женщинам, перед этими женщинам надо снять шляпу и преклонить колено. А вот ещё одно рассуждение про одиночество, раз уж мы затронули эту тему. Михаил Сергеевич Боярский, уж его-то одиноким-то вроде как назвать нельзя, но тем не менее, у него есть мысли на эту тему. Дайте послушать. Ну, конечно, я думаю, что это не самое плохое чувство, чувство грусти. Оно смакуется многими людьми, и такое, в этом есть какой-то гибельный восторг. Это здорово. И вообще, русскому человеку это свойственно. Я не хохотую, хотя обожаю розыгрыши, капустники, смех, застолье и так далее, но тем сложнее потом вернуться к той мысли, что и это мгновенно. Вот что я точно чувствую кожей, это течение времени. Оно просто свистит в ушах с такой скоростью. Вначале этого не ощущаешь, а с возрастом этот звук от тебя не отходит. Когда ты только начал сниматься в передаче, и вот она уже закончилась, как, уже час прошел, ну вот бог с ним с часом, годы летят, людей уже нет, с которыми хотелось бы выпить, поболтать. Ну и, конечно, как итог одиночества. Вот этому нужно учиться. Научиться жить в одиночестве. Это может быть больничная койка, тюремные нары, гостиничный номер. А в конечном итоге просто бывают ситуации, когда ты один, и даже вокруг тебя очень много людей, но ты все равно один, потому что есть непонимание, нестыковка взглядов. И нужно этому учиться и быть во всеоружии и мужественно перенести это неудобство. Мягко выражать. Михаил Боярский, народный артист РСФСР, при всем своем одиночестве счастливый муж, отец и дед. Так что же за одиночество такое, как ему обучиться-то? Ну вот, Миша все сказал. Миша сказал, что, но у него дела получше, потому что он живет с прекрасной женщиной, не слабо все хорошо и дай бог ему. Но тем не менее, он все-таки ловит себя на мысли, что где-то периодически он ощущает после какого-то съемочного дня или там часовой передачи, что все вдруг пролетело. И не просто час, и день, не месяц, а годы. перелистываем года как страницы в школьной тетрадке. Вы еще помоложе, ребята, поэтому у вас еще, так сказать, другой драйвер. А у меня двое детей, Саша, вот у меня удочка-то в будущее, вот у меня молодильная пилюлька-то вся. Вот тут согласен, да. Одному вообще два месяца, Саша, второму четыре года, никогда не поздно начать счастливое Одесса. Ну, мои 20 лет, понимаешь, студентка МГИМО, ты знаешь, что такое МГИМО, если там идет фар сплошной, все вот так, вот так, у кого лучше машина, шмот, какая за сколько сумка, ну, что ты с ней будешь делать? Вот они в таком формате живут, их не переделать. А потому что ты на концертах был, а детка росла сама по себе. Ну, невозможно, ты же понимаешь прекрасно это, потому что ты же человек медийный, у тебя масса дел, работай не можешь сидеть с детьми, днями. Фрагментально вечером ты можешь встречаться, только и заниматься, когда все равно жена должна заниматься этим. Все люди творческие, все все равно в дурдоме в таком, все, так сказать, живут. Никуда не денешься, вот, оставляешь дома и так далее. Поэтому иногда тебя корят тем, что как же ты вот не занимался своим ребенком, да как же вам не стыдно, если я зарабатывал деньги, я мотался по всему союзу, зарабатывал кучу болячек, костях, хондрозов и прочего всего, и вы меня еще упрекаете. Где справедливость? Неужели вас дочка упрекалывает? На меня не дочка, меня жена упрекалывает. Вообще, товарищи, надо вот, конечно, я понимаю, что наши зрители ухмыльнутся, вот еще такая сумасшедшая звезда, так еще и жалуются. Товарищи, вот надо сказать, что это проклятие русского музыканта. К сожалению, неустроенность с правами. Надо, нам-то потребителям и хорошо, что у нас есть всякие горбушки, и зачем нам эти права, но для музыканта плохо. Хорошо быть битлом, в 65-м году сказать, да пошли все куда подальше, мы больше на концерты ездить не будем, запереться в студии, Эбби Роут еще купить студию, и писать, офигительно, потому что продаются пластинки, и они обеспечивают музыкантов миллионами. Русский музыкант не получает от пластинок ничего. Конечно. Он только на концерте, а уже и концертов, Саня, нет, уже корпоративы. То есть не станешь, из дому не выйдешь, семья не будет есть. Вот это ужас. Да, абсолютно правильно. Смотри-ка, получается, что вот ты, вроде бы, так сказать, все у тебя получается, все у тебя есть, но ты должен выйти из дома, чтобы заработать эти деньги, пресловутые. Ты должен собрать еще публику, но хорошо, что ты говоришь, корпоративы, кстати, хорошо, что они есть, даже в нашей среде музыкальной. А куда деваться? Потому что, в принципе, поддержка неплохая. Конечно. Если их убрать, будут, ну, так проблемные вопросы, так сказать, появятся у многих. Поэтому такая наша Россия. А где твои новые хиты? А? Кое-что есть. Ну, к сожалению, сюда я не принес еще, как-то, а ты мне задачу не поставил. Саша, есть в интернете уже что-то? Ну, может быть, как называется, Версаль, может быть. Это новое? Да. Есть, Саша, давай смотреть. Ну, пожалуйста, битвовое сладжи, шесть с половиной тысяч. Своей любимой первой любви не забывай. Может, ты сумела, ты моя не в силах. забыть, не забывай, не забывай, не забывай, не забывай, не забывай. Версаль, версаль, у тебя на сердце битвовое сладжи, битвовое сладжи, Как мы далеко зайдем. У меня в душу не забывай, не забывай, не забывай. Нас с тобой венчал весь сказочный Версаль. Ребята, это разрешенница, какой мы любим. Это не, 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 доминанты. Фраза хорошая. Так зачем жестоко так терзать друг друга? Нас с тобой венчал ведь сказочный Версаль. А вот значит, что сделал твой любимый Том Джонс. Он спел с пацановой секс-бомб. И вторая молодость пошла. Если бы он все на своей этой деларе сидел вот такой, а ты не хочешь секс-бомб пиндерить? Согласен, что может быть что-то драйвовое надо, но может быть у меня не хватает мозгов написать. Наш с вами «Люблю до слез» Александр Николаевич Серов стал просто ленив. Мы видим, что он молод как всегда, но он стал ленив, он уже ничего не хочет. Или просто вы себя тогда запрограммировали в той гримерке, что будет спад и вот спокойно спускаетесь вниз. Значит, товарищи, сейчас мы... Может быть, Саш, может быть, стать. Сейчас мы специально это ставим, чтобы раззадорить господина Серова. Специально для него звучит эта песня. Вот ты выходишь, Саша, и рубишь вот это. Смотри. Смотри, Саша, это что, и Том Джонс. Смотри на него. Тома Джонса тоже был период, когда он стал петь для бабушек исключительно. Когда он сбросил свои... Гильберт Хантербинк. Так, давайте вот о чем поговорим. Как говорят, у кошек 9 жизней, а у мужика, что не десятилетие, то кризис среднего возраста. Но вот очередная круглая дата. Здесь какие проблемы нам ждать? Не забывайте, что есть элементы депрессии. Не забывайте, что я играющий тренер, я аранжировщик, тереп и вес. Это очень сложное дело. Это такой собачий труд сидеть вот измывать самого себя, особенно с моими, так сказать, эмоциональными посылами. Поэтому тут много есть. Вот именно окунаешься в депрессию, и надо из нее выйти. Надо уметь выходить. А как? А вот я одинок. У меня нет женщины сейчас, которая могла меня вывести. Что-то другое, да, лон природа мне не нравится. Мне нравится, например, заниматься машинами. Я делаю тюнинги, там вожусь. Да ладно. Ух, ну это хобби, ну надо что-то, понимаешь. Вот единственное, что спасает, действительно такое мужское дело какое-то. Оно помогает немножко уйти от этих депрессионных нападок, панических атак. А что за нападки? Что за паника? Больше не могу ничего спеть? Или я в жизни ничего не сделал? Я не построил дом, не вырастил дерево? Все сделал. Именно вот в этом аспекте все сделал, более чем. А получается, что значит, какая-то творческая неудовлетворенность и что-то с тем связано, что все-таки человек подставил тебе ножку. Это я опять говорю о личном. Я тяжело это переношу. Кто-то отметает, а мне это тяжеловато. Для того, чтобы выбросить все, что было 18 лет назад связано с этим человеком. Александр, это было же давно. Ну, 4 года прошло, я... Не отпускает? Чтобы выйти полностью, не могу сказать, выйти не могу. Еще там болтыхаюсь. А вот говорят, что люди, у которых вера в сердце, те, они подвержены особой депрессии. Разве веру не спасают? Да, я, например, сейчас стал верующим человеком. Я скажу больше, я слушаю игумена Ларичева, который блистательно читает Евангелие. это полезно послушать. И это, кстати, хочу сказать вам, что это немножко успокаивает. Ты окунаешься вот в это мистическое, думаешь, вот же, вот все главное, а все, что мы делаем вокруг, это все суета. Крошка, дочь к отцу пришла, я спросил, и Крох, что такое хорошо и что такое плохо. Что удалось запостулировать, что есть хорошо доча, что есть плохо? Ну, наверное, каждый отец пытается прежде всего нравственную сторону подстраховать. Разное бывает, у наших родителей, у нас с вами, например. У нас все было достойно, я считаю, что мое поколение, мы были чисты, прозрачны, мы не были, так сказать, подвластны компьютерной, так сказать, агрессии, прессингу средств массовой информации. они были более чем позитивны, более чем лояльны, пусть они были советские. У нас еще была, вы вставали утром под здравствуйте, ребята, в эфире пионерская зорька. Я еще помню, занятие ведет Лавров, музыкальное сопровождение, пианист Родионов. Родионов. Совершенно верно, совершенно верно, но какой позитив, вы же понимаете, утром мажорная вся, так сказать, фактура фортепиано, когда он играет, так сказать, все в мажоре, все это, так сказать, как там, поднимайся, та-да-да-да. На зарядку. На зарядку. На зарядку. Телевизор, что вам говорят, слышите? Ага, идите, рабы, добывайте для партбонс металлы, стройте ракеты. Никакой личной жизни, никакой свободы личности, все под одну гребенку, все, значит, по шеренге, под марш вот этот утренний, какая гадость, или нет? Ну, тем не менее, была дисциплина, господа, согласитесь. Дисциплина. Дисциплина была, которая все-таки дала фундамент нашим новым прибывшим, так сказать, и демократам, и кто стал, так сказать, олигархом. Разве не советская, так сказать, системка, которую мы линчуем слева и справа, положила этот фундамент. Много было тоталитарного, но, тем не менее, много было хорошего. Александр, но осталось бы, советское время, не было бы вас, я не представляю себя, как на стадионе, пусть даже в Николаеве, не говоря уже о Москве, вдруг выходит какой-то потлатый неформал и поет какую-то странную песню, про какую-то там, не любовь к родине, а про любовь. Ну, вас же бы не было, если бы не рухнул Советский Союз. Ну, как сказать, что-то бы, да, согласен, вопрос такой, очень такой, действительно, нет, ну тут я даже не знаю, затрудняюсь. Я соблюдаю две стороны. Я не могу не признать то, что было со мной, то, что мне дал Советский Союз. Не могу не согласиться с тем, что я сумел подняться и решить многие вопросы, как и мои коллеги во время формата нынешнего демократического времени. Какой ты все-таки видишь благосклонный человек. Это, я тебе скажу, ты у Крутого научился. Это он такой осторожно, лишнего не скажет, все хорошо, промолчит. А это Игорь, он всегда такой был. Я помню, еще он ходил в музыкальный редакт на 12 этаже в Останкино такой, осторожненький. Это я понимаю. Как ты, слухач, бетломан, любитель, знаток джаза, рок-н-ролла, можешь быть благосклонным к этому сусловскому отродью всему, который нам с тобой с Сашей испортил все детство, превратил его в... Это только... Мы эту скучнятину с тобой побивали, потому что, слава богу, у нас были магнитофоны и друзья. А остальным было что делать. Дима, но это одна сторона не забывает. Ты только линчуешь только эту сторону, что мы ущемлены были в этом аспекте. Я еще раз говорю, была нравственная дисциплина. Понял. Была мощь и кулак был вот такой вот. Сашка, она была в Николаеве, где порт, и куда приходили матросы с джинсами и дисками. Как же я забыл, конечно, вам было легче. В Одессе, в Одессе больше согласились, туда кораблики припевали. Там был вот этот бизнес по шмоткам, по джинсам, по дискам. Вам легче. Поэтому не могу сказать тебе, здесь вопрос субъективный. Я, ты понимаешь, то есть вы, вы журналисты, вы имеете право, так сказать, слева и справа устраивать нападки на то, что вам не близко, потому что это действительно факт налицо, что было много ненужного и совершенно маразматического. Особенно мы, извини, мы эстрадники, мы были обижены прежде всего. Прежде всего. Мы же хотели, конечно, управление культуры приходит, мы с крутым сдаем программу, у нас играют чикаговские фразы. И вдруг, когда комиссия закан, концерт закан, садитесь все в зал, обсуждение. А что там у нас играла духовая группа? Что-то про западные фразы. Почему нет? Что-то маршеобразная советская такая форма до этого находила. 80% репертуара песни советской композиторов, 15% песни народные и 5% могут быть песни народов мира. Да, да, да. И еще и рестрация социалистического содружества. Да, да, да. И плюс, это еще, я с ним говорю, ты же видишь, даже цеплялись к музыкальным фразам. Если гитарист тоже сыграл что-то какие-то, ты же понимаешь? Это ума, да? Ну, я тебе говорю, спроси у Игоря. По кабацким делам. И мы сидим как лохи вот так, а те там, вы что-то играете, понимаете? Примут программу, не примут. Опять сидят. В ресторане, в ресторане, чтобы сыграть. А в ресторане вообще там то же самое было где-то, так сказать, ну, позволяли концу рабочего дня, когда уже где-то что-то, чего-то сыграть, пару штагеров и заработать пятерочку или троечку какую-то. Когда у майора КГБ сердце уже потеплело, и он сам подошел к сцене, и вот тогда. Все же люди, человеки. Поэтому, безусловно, Суссовская инквизиция, она прошлась, так сказать, вот, мечом. Так ты крепчал в борьбе с этим. А сейчас тебе воевать не с кем, кроме себя, а вот здесь-то ты проигрываешь, да? Кстати, ты попал в точку. там-то мы хоть знали с тобой, кто во всем виноват. Понимаешь? Попал в точку, да. Саня, вот чем фокус. Может быть, может быть. Самое страшное, это как раз сама вот дисциплина. Дома сидеть. Вот это самое страшное. Это же как же надо себя дисциплинировать, когда начальник, ненавидишь, плюешься, но ходишь на работу к восьми. А как быть? А дома все обломав. А как быть? Как быть? Ведь это проходили миллионы. Извини. Ты музыкант. Тебе легче гораздо. У тебя же в голове музыка звучит. Историю, ребят, историю мы не переделаем. Все. Время вспять, не вернуть. Поэтому мы проехали эту тему. Мы проехали эту жизнь. Что получили, то получили. А сейчас имеем то, что имеем. Дмитрий Александрович, мне кажется, он лентяй просто. Александр Серов лентяй. Нет, чтобы сесть в интернет, в ютуб, найти молодого пацана, который под гитарку что-то играет свое, позвонить ему, сказать, слышь, а давай вместе ты на гитарке, а я тебя спою, а мы еще какого-нибудь диджея позовем. И будет бомба. Дорогие друзья, давайте тогда не воспринимать эту передачу как краткий пересказ произведения Гончарова обломов. Давайте наоборот. Сейчас, вот если нас слышит какой-нибудь молодой, клевый, подвижный такой лаунжмейкер такой, диджей, товарищи, давайте воспринимать эту передачу как начало очень интересной современной истории про Тома Джонса русского, Николаевского образца, который нашел свою секс-бомбу. Я сейчас не девушками веду, а песню. Вот. А ты найди поставь Love Me Tonight, раз ты уже говоришь о мне, даже хоть послушайте хоть, что я пою-то. Серов, да? Да, Love Me Tonight. Концерт, да, в Кремле. Я исполнил его песню, именно отдавая дань уважения его потрясающему голосу. Тому Джонсу, да? Так точно. А сейчас сложно с авторскими правами на его песню? Это дорого? Ты знаешь, есть проблема. Есть. А что такое? Немного вот сейчас стали, не то, что немного, а цепляется, копается, даже выпустить диск какой-то взять. Не диск даже, несколько песен. Головная боль. Ах ты, ёбр. Ну, с другой стороны, опять же, дисциплина. Уже хоть как-то Рао контролируешь, чтобы не было вот слева, справа, там уже хотя бы наши защищенные композиторы. Ну, это они же за теми нужны, эти авторские, про, чтобы ты платил. Ну, купи, да и пой, чё-то. Ну, да. Наверное, да. Совсем не плохо! По-моему, ты его переделал, по-моему, не так, значит, у него. Ну, да, ну, да, ну, да, ну, да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А это что это, ребята? Они, по-моему, все умеют. Это как бы лавы и хилы здоровы какие. Твоя команда-то? Так, может быть, их надо выпустить на волю? Может, ты им не даешь просто? А может, они уже давно где-то внутри имеют компьютера интересный вариант какой-нибудь? Здесь, ты понимаешь, нужен такой, ну, вот, видишь, у меня вроде бы опыт есть, а вот нужен, конечно, какой-то продюсер. Чтоб хотя бы подсказал, вот что. Вот ты, вы бросаете мне идеи? Да, бросаем. Да, бросаете идеи. Я не спорю, что вы правы в этом направлении. Ну, вот кто-то один, чтобы рулил. Я уже устал от всего. Надо, чтобы кто-то немножко подрулил. Не потому что, ну, просто у меня нет вопроса. Надо оплатить, что-то сделать. Ну, самому же опять, это же, ну, очень устал. Так, ну, вот еще просьба к продюсерам тоже улетает из нашего эфира. А ведь стихи пишете и на концертах читаете. Что это за стихи? Иногда, но я не претендую, конечно, на поэта. Ну, например, вот у меня есть тоже ностальгические моменты. Ну, что могу вам прочитать? А, ну, сейчас вот новый какой-то, сейчас помню, да. Если у тебя своя дорога, если у меня она своя, всем для счастья так нужно немного, всех судьба рассудит, как судья. Я опьянел от своей любви, словно в потоке тону. Я ей противиться не могу. Серым камнем иду ко дну. Вот так. Дмитрий Александрович. Саша, какой ты зануда. Да приятный ты человек, Саша. Какая-то ты интересная фигура человеческая, понимаешь? Ну, так, ну, если это не получится, господа, ну, так и не получится. А ну, как если получится? Ведь какое было бы счастье, например, что мы сегодня с вами, глядишь, были свидетелями программы, откуда вдруг потянулась интересная история с Александром очень серым. Завтра утром ему позвонит какой-нибудь совсем молодой, вечно гонимый, непонятный пока никому, прощелы, гопаешь, 18-летний, и покажет фантастический номер. С этого пойдет новая история в звездной работе и жизни Александра Серова. Саш, мы тебе это очень желаем. Дай Бог тебе... Спасибо, Дима. А личная счастье, само собой. Вот так. Мало того, что мы желаем, мы хотим стоять у истоков этой новой истории, чтобы потом каким-то другим молодым журналистам Александр Серова рассказывал бы и про тех двух, которые подсказали ему идею. Дмитрий Дебров, Александр Карлов, сегодня временно доступен. Александр Серова. Спасибо. Спасибо, ребят. Я желаю, что там в кресле сидели приятные вам люди, вы с ними общались на такой же доброй, дружеской ноте. Спасибо. Спасибо. Пока. Ура, закончили. Прошу вас сюда. Я иду правильно или нет? Вот сейчас правильно. Потому что, где мои телефоны или что-то у меня? Все будет сейчас. Дмитрий Александрович, love me tonight. К акурации, Дима. Сейчас все отдадим.